Огромную роль для Верхнего Услона играет речной транспорт. Поэтому в своем практике мы будем учитывать причал, переправы, как Верхний Услон связывается с другими городами по Волге. Немножко о истории, об идентичности. Село обладает огромным туристическим потенциалом по всей территории, так как село основано в начале 17 века, и здесь много сохранившихся исторических памятников, огромные и интересные объекты, природные памятники. И непосредственно нужно отметить важные достопримечательности, которые лягут в основу нашей концепции туристического развития. Первое – это видовая точка, что Верхний Услон является центром, лучше так, по-другому скажем, что с Верхнего Услона открывается один из уникальнейших видов на город Казань, на самой широкой его панораме. У нас есть огромный потенциал развития агротуристического комплекса района, есть природные памятники, геологические разрезы, и есть исторические, как уже было сказано, объекты. В своем проекте мы обратили внимание на ключевые точки. Среди них мы выделяем существующий дебаркадр, это существующее, образовавшееся естественным путем Карлского озера, гору Соколку, которая является главной видовой точкой, и Верхний Услон мы будем рассматривать совместно с селом Печищи, расположенным рядом, где находятся уникальнейшие объекты, это действующий мукомольный комбинат, и при нем музей Янки Купалы. Это уникальный памятник конца XIX века. В то же время нужно рассматривать не только существующие объекты, но и также и культурный пласт района. И поэтому мы учитывали в своем проекте историю, традиции, промышленный потенциал, который есть, и который исторически сложился здесь, и сельское хозяйство. Рассмотрев все объекты и расположив их на карте, мы пытались определить, как воспринимают туристические объекты местные жители, и как воспринимают туристы. В первую очередь нужно отметить, что туристы прибывают на пристань, заправляются вдоль берега к музею Янки Купалы в Печище, и по пути поднимаются на гору, чтобы сфотографировать волку. В то же время жители больше внимания уделяют пристани и пляжу, центральному парку, который был реконструирован в прошлом году. И промзоне, где расположены все главные объекты города. Совместив все эти объекты с важными велосипедными маршрутами, туристическими велосипедными маршрутами, которые приходят в этот район, у нас сформировались определенные контуры нашего туристического каркаса. Мы предложение строим на решении последовательных четырех проблем. Первый этап развития территории – это формирование пляжной зоны и формирование водного фронта верхнего условно. Вторая важная задача – это создание туристической инфраструктуры и создание туристического центра, в котором будет и гостиница, и точки притяжения, ярмарки, рыночные площади, и информационные центры. Следующая важная задача – это соединение всех туристических объектов. И в первую очередь это решение главной улицы, верхней условно улицы Чехова. И в конце концов, создав весь комплекс данных мер, мы сформируем в целостный туристический каркас. Как раз в данном случае представлен весь туристический комплекс, который мы предлагаем к развитию. В первую очередь мы заостряем внимание на пляже, как уже было сказано. Вот в данный момент перед вами видовой кадр существующего состояния и наше предложение. Свой акцент мы делаем на создании, разделении территории на четыре важные зоны. Первая зона – это зона причала. В зоне причала у нас будет располагаться, так как это будет работать и на местных жителей, и на туристов, это, можно сказать, как транспортно-пересадочный узел. Здесь у нас будет сформирована парковка, которая будет работать как, ну, в основное время, как парковка, но также как место проведения всех мероприятий. Здесь отсюда можно увидеть салют. И, в принципе, как место для организации ярмарок. Следующая важная часть – это зона активного пляжного отдыха. Так как возле пристани у нас есть ограничения по размещению официального пляжа, эту часть мы отдаем под спортивные активности, детские площадки, зоны для загорания, а также размещаем здесь все основные общественные здания, то есть кафе, пункты проката. Следующая зона – это мы восстанавливаем исторический ландшафт. Дело в том, что до 1954 года верхний условный располагался ниже по рельефу, и часть после создания Куйбышевского водохранилища, часть верхнего зона была утеряна. И поэтому мы формируем здесь ландшафтную зону «Зеленый мыс» и высаживаем там озеленение, которое было исторически на этой территории. И следующая зона, которая у нас завершает весь наш пляжный променад – это официальный пляж. Перед вами представим генплан. Также хотелось бы отметить, что так как пляж – это очень важная точка, и открывается хороший вид, мы предполагаем размещение на пляже и небольшого гостиничного комплекса. Непосредственно по фрагментам. Зона активного отдыха. Здесь у нас как раз представлен наше кафе. Зона детского. Детская площадка. Зона воркаута. Непосредственно береговая линия под зону лежаков для отдыха. И как раз вся территория связывается единым променадом и дублируется деревянной дорожкой вдоль пляжной зоны. Зона «Зеленого мыса», где как раз более легкое благоустройство. В зоне перехода «Зеленого мыса» к официальный пляж мы создаем еще одну точку притяжения. Это кафе с пунктами обслуживания. И непосредственно уже зона официального пляжа и размещение нашего гостиничного комплекса. Непосредственно о деталях. Дело в том, что мы предполагали, что пляжная зона должна быть уникальным объектом. Поэтому важную роль мы уделили поиску идентичности. Создали паттерны и сформировали на основе паттернов определенную планировочную сетку, которая была выражена как в организации пешеходных пространств покрытия, так и в формировании, визуальных формирований форм. Непосредственно вид на пляже, на кафе. Участок зоны отдыха. У кафе другой участок. И непосредственно просто представим вам наши подборки, наши идеи о том, как можно реализовать наше предложение в малых формах, в освещении, в организации пирогов, детских площадок. И вот непосредственно освещение. Как я уже говорила о Зеленом мысе, где мы предполагаем восстановить его исторический вид, как раз к нему и возможные варианты озеленения. Чтобы представить вам образы, мы обратились к творчеству русских передвижников. Поэтому все наши видовые кадры будут в таком стиле. То есть это основная аллея, зона пикников. И непосредственно, так как пляж это важная отправная точка, мы с вами отправимся в путешествие по всем основным объектам, которые мы рассмотрели внимательно. Первая точка это гостиный двор. Это существующая промышленная площадка, которую мы предлагаем полностью реорганизовать. И сформировать здесь гостиничный комплекс, в котором будут открываться видовые точки на Волгу. Сформировать зону ресторанов и кафе. На главную улицу, улица Чехова, мы выводим основные торговые объекты. Возможно, так как у района огромный потенциал в развитии агротуризма, мы предлагаем оставить здесь существующие промышленные площадки и сформировать из них формат, представить их в формате мануфактур. То есть это небольшое производство, которое можно реализовать также на этих площадках. И также важную роль будут играть и гостевые парковки, так как они потребуются при повышении потока туристов. То есть это уже как бы образное наше решение. Важная главная артерия улица Чехова. В этом случае мы предполагаем сформировать, переориентировать потоки, транспортные потоки, организацию парковочных зон и сформировать на улице Чехова сеть непрерывных пешеходных пространств, связанных между собой. Тем самым пешеход, идущий по улице Чехова, не будет, то есть его путь движения будет пересекать парковочные площадки, стоянки, въезды. А так как улица небольшая, мы переносим парковочные зоны на другую сторону. Тем самым у нас формируется единое пешеходное пространство для прогулок. Реорганизация пространств. В данном случае мы будем учитывать и велосипедистов. Дальше. Еще одно решение. Планируем учитывать. И уже как бы непосредственно разрезы, изменения профиля улицы. Следующая площадка – это Карстовое озеро. Карстовое озеро очень важно для местных жителей, поэтому мы предполагаем, что можно его активнее использовать. Это формирование здесь в летний период, используя потенциал краеведческого музея, сформировать здесь пространство, где можно проводить соревнования с судомодельным спортом и просто как зону отдыха. А в зимний период как каток. Учитывая, что у озера уникальный цвет, как бы природный цвет. Следующая важная зона, которую я хотелось бы остановить чуть-чуть подробнее – это причал. Дело в том, что сейчас причал представлен дебаркатором, на котором и небольшой причальной стенкой. Поэтому мы предполагаем, так как увеличится туристический поток, мы предполагаем, что сюда будут приставать и более большие по размеру корабли. Поэтому мы расширяем зону причала, мы связываем причал с нашим пляжем и также формируется площадка, которая работает как парковка и как зона для проведения мероприятий. Как раз вариант, когда у нас будет салют на данной территории и вид, мы предполагаем на… Хотелось бы вернуть к плану, что важно сформировать и на территории и видовую точку с надписью «Верхний условный», так как проплывающие корабли определяют данную территорию. Продолжение следует...